В конце этой рабочей недели буквально из каждого утюга магазины трубили они бывало низких ценах. Черная пятница для многих не только повод порадовать себя, но и приобрести подарки на Новый год по сниженной стоимости. К слову, о покупках. Согласно исследованиям одного из банков нашей страны, россияне все чаще отдают предпочтение приобретению товаров через интернет. За январь-февраль 23-го цифра увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что по данным Росстата, Югра входит в число регионов, где жители чаще всего используют интернет для покупок. 73% из числа пользователей всемирной паутины в нашем округе. Большинство предпочитают заказывать товары с помощью маркетплейсов. Количество покупок россиян на этих сервисах в прошлом году выросло на 43% по отношению к 2021. Самым популярным маркетплейсом не первый год становится Wildberries. Ежегодно количество транзакций, совершенных для покупок на нем, растет в разы. Впрочем, это неудивительно, ведь по всей стране у маркетплейса насчитывается около 33 тысяч пунктов выдачи. И вполне возможно, что через три года в ПВЗ, что находятся в Солнечном и ближайших к нему поселениях, некоторые заказы будут приходить гораздо быстрее. Причина строительства логистического центра Wildberries в Сургутском районе. Подробности у Валерии Кудрявцевой. По данным Росстата, около 76 миллионов жителей нашей страны в прошлом году хотя бы раз купили что-то в интернете. На рост статистики онлайн-покупок во многом повлияла пандемия коронавируса. В момент, когда многим попросту нельзя было выходить из дома, возможность делать покупки с помощью смартфона или компьютера очень выручала. Пандемия ушла, а привычка осталась. Познав прелести заказа товаров через интернет, многие продолжают этим пользоваться. К слову, чаще всего покупки делают на маркетплейсах. Самым популярным из них является Wildberries. С ростом спроса увеличивается и количество пунктов выдачи заказов. Сегодня в России насчитывается около 33 тысяч ПВЗ Wildberries. Товары оттуда доставляют из больших логистических центров. Один из таких через три года появится и в Сургутском районе. Соглашение о возведении объекта окружной департамент экономического развития генеральный директор компании Татьяна Бакальчук подписали на Югорском экономическом форуме, который проходил на уходящей неделе в Ханты-Мансийске. Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, и специалисты администрации сами вышли на компанию и взяли на себя все подготовительные процедуры для подписания соглашения и выделения участка. Мы подобрали пул площадок, которые предложили инвестору. Инвестор, соответственно, выбрал подходящую, откликнулся и дальше мы уже начали точечно работать по земельному участку, по точкам присоединения, по резервам мощностей, по стоимости. И отработали с недропользователями возможность, соответственно, размещения проекта на территориях. Ну, такая работа была проведена с ресурсно-самобежащими организациями. По своей практике мы работаем с инвесторами, не только с крупными инвесторами, с такими, как федеральный маркетплейс в Адберес, но и с иными инвесторами в рамках одного окна. И инвестор как бы не ходит по кабинетам ни ресурсников, ни чиновников, ни департамент строительства не обращается, ни в ВИВы, ни в СРС, никуда. Обращается бизнесмен только в управление инвестиционной политики и развитие предпринимательства. Его специалисты делают все подготовительные процедуры сами, что значительно упрощает и ускоряет процесс. На сегодня это управление инвестиционной политики, которое работает не только в формате одного окна с инвесторами, но и, в принципе, работает по принципам проектного управления. И начинали мы, конечно, не от того, что разработали документы и все это внедрили, а начинали мы как раз с исключения административных барьеров для наших инвесторов. Инвестору должно быть открыто, прозрачно и понятно работать. Сокращали все сроки, касающиеся разрешительных процедур и все услуги перевели в электронный вид. Транспортно-логистический склад в Солнечном возведут на участке площадью 20 гектаров. Инвестору его выделили без торгов. Такое распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Площадь складских помещений будет более тысячи квадратных метров. Планируется создать около пяти тысяч рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта – 6 миллиардов рублей. Возвести объект планируют за три года. Заработает он в 2027 году. Его открытие не только ускорит доставку некоторых товаров на пункты выдачи заказов, но и даст новый виток для развития других местных предпринимателей и производителей. Это и для бизнеса, который получит возможность реализовать какие-то новые производства, построить или решили действующее, потому что Валберисон тоже нуждается в предоставлении услуг местными товаропроизводителями и местными поставщиками услуг. Ну, к примеру, им нужны будут упаковочные материалы, желательно, чтобы они здесь производились. Конечно же, автотранспортные услуги, местный поставщик всегда в приоритете и так далее. Услуги по питанию сотрудников. То есть сотрудников питать нужно и производить нужно как минимум. То есть и дальше смотрим шире. Ну, конечно же, и для бюджета плюсы. Мы понимаем, что 5000 рабочих мест – это НДФЛ в местный бюджет. Чем больше налогов поступит в бюджет, тем больше в муниципалитете появится социальных, спортивных и образовательных объектов. Как подчеркнула заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, на инвестиционном портале сформировано почти 30 предложений для предпринимателей по каждому поселению и с разной финансовой емкостью. На самом деле их очень много. На сегодня мы сформировали 28 площадок, которые могут быть буквально завтра вовлечены в оборот. И стоимость этих проектов весьма разная – от 18 миллионов до 4 миллиардов рублей. То есть совершенно разная. Мы, конечно, исходили из возможностей земельного участка, от возможностей подключения и затрат, которые требуются для вложения. Это проекты в сфере промышленности, это проекты в сфере туризма, в сфере медицины и так далее. То есть достаточно разноплановая в сфере сельскохозяйственного производства. Поэтому всем инвесторам мы рады и готовы предложить много проектов для реализации на территории района. Готовы в Сургутском районе предложить не только проекты, но и комфортные условия для их реализации. Подробнее с проектами, которые можно воплотить в жизнь, можно ознакомиться на инвестиционном портале Сургутского района, адрес которого вы видите на экране. Валерия Кудревцева, Сергей Куликов. Специально для программы «Новости главное».